Всем привет! Вы смотрите Севильнет Бизнес, с вами я, Ашал Асим Гадысян. Гость студии, профессор университета Помпео Фабра в Барселоне, Рубен Еринекалопов. Приветствую вас, Рубен. Добрый день. Спасибо большое за эту возможность. Рубен, вы долгое время работали в России, сейчас находитесь и работаете в Барселоне по известным причинам. И периодически бываете также в Армении. Нам, как живущим в Армении людям, гражданам в том числе, очень интересно, что происходит в российской экономике. Потому что зависимость Армении от российской экономики, от России в экономическом плане особенно колоссальная. Порядка 45% общего товарооборота Армении приходится на Россию. Даже чуть больше экспорта Армении в том числе приходится на Россию. Поэтому сейчас чуть-чуть меньше стало, но все-таки. Поэтому происходящие процессы в российской экономике довольно интересны. И в одном из ваших последних комментариев BBC, когда вы рассуждали про российскую экономику, которая сейчас, кстати, демонстрирует рост. По итогам прошлого года ВВП России вырос 3,6%. А за первый квартал текущего года 5,4%. Таких ростов довольно долгое время до войны в Украине не было. Россия находилась на низком пороге роста своей экономики. 1-2%. Сейчас вот такой рывок. Чем это обусловлено? И вы заявили о том, что экономика работает на пределе своих возможностей, на износ по сути, и это не может долго длиться. Почему? Ну, это есть такой термин, который, правда, очень часто используют. Он называется перегрев экономики. И, в принципе, когда это происходит, мы понимаем, какой нормальный, естественный рост экономики, который состоит из фундаментальных причин. Фундаментальные причины, на самом деле, это очень понятные вещи. Это либо инвестиции в капитал, вы построили завод, он больше производит. Либо это инвестиции в человеческие капиталы, в принципе, у вас либо больше людей начинают участвовать в рынке труда, либо, например, они становятся более образованными, за счет этого растут. Либо производительство труда увеличивается в принципе производительности. Например, вы там применяете новые технологии. И, в принципе, зная информацию о том, какой у вас рынок труда, какие у вас инвестиции, какая производительность, вы можете посчитать, как нормальное производительство экономики. И нормальный рост, естественный рост экономики за счет того, что у вас либо инвестиции, либо производительство растет, либо капитал человеческий. А в России на данный момент в основном, если мы посмотрим, то рост ВВП не совпадает с этим фундаментальным ростом. Это означает, что вот эти уже имеющиеся факторы производства, уже имеющиеся заводы, уже имеющиеся люди, они используются более интенсивно, чем нормально, на самом деле. И такой рост за счет более интенсивного использования уже имеющихся ресурсов, он может происходить, и если мы посмотрим на другие экономики мировые, такое происходит. Но это временный рост, то есть это не может долго продолжаться. Это обычно связано с экономическими циклами, когда у вас есть спады, подъемы. Вот перегрев экономики, он на самом деле обычное, что происходит, это такой экономический подъем, после которого следует экономический спад. Именно потому, что слишком интенсивно используют людей, и на самом деле станки оборудования невозможно. Они начинают выходить из строя, люди устают, станки ломаются и так далее. А замещать нечем? Замещать это означает, что если вы замещаете, это должна быть инвестиционная активность. Поэтому если мы видим, что экономический рост поддерживается большими инвестициями, это здоровый экономический рост, это нормально. Это вы можете продолжать десятилетиями, если вы все больше и больше инвестируете, все больше и больше производите. Это как раз нормальный экономический рост. В последнее время в экономике России инвестиции отставали от роста ОВП и так далее. Последний, может быть, там есть на самом деле какой-то сигнал, что в 2024 году, в начале, инвестиции увеличились, и поэтому это может дает какой-то чуть больше пользы для оптимизма. Но все, что мы до этого видели, это было более интенсивное использование имеющихся ресурсов. Опять же, повторяю, это временная вещь. Опять же, почему она происходит, тоже вполне понятно. Очень сильно увеличились государственные расходы. Это основное. Основное. В каких сферах? В военных в основном? Не только. В военных. Основным драйвером является, конечно, военная сфера. Но, во-первых, это перетекает и в другие. Потому что люди, которые получают деньги, потому что работают на заводах, или потому что ушли служить, или потому что их родственники ушли служить, они получают много денег и начинают их тратить. Это еще связано, на самом деле, от такой интересной истории в России, что расположение военных заводов и те регионы, из которых приходят люди контрактниками, они в менее развитых регионах, не таких богатых, как ни Москва, ни Санкт-Петербург. Поэтому деньги идут более бедным людям, а более бедные люди, ну, относительно, по-российски, более бедные люди, они более склонны тратить деньги. Соответственно, они начинают получать эти деньги, они начинают тратить, и это поддерживает. Да, это само по себе разгоняет экономический рост. То есть, это получается такой замкнутый цикл. Государство тратит больше, люди это потребляют, и эти деньги впрасывают обратную экономику, это поддерживает экономику, государство получает налоги и так далее. Опять же, через государственные инвестиции, обычно это не совсем здоровая история, она, опять же, долго не длится. Потому что, опять же, есть экономические исследования, которые показывают, насколько эффективность государственных расходов по поддержанию экономического роста, они могут быть эффективными в замкнутых экономиках. Это, кстати, к России, наверное, относится. При выходе из рецессии. А это то, что происходило в России. То есть, сейчас, конечно, замечательный такой большой рост ВВП, но он перед этим был, он сокращался. И во многом там восстановительный рост. Это тоже надо аккуратно поставить в контекст. Поэтому, вот пока что все факторы, да, вот сейчас вот в этих условиях государственные расходы могут помочь поднять экономику. Но, опять же, это всегда временные меры. Это как кенсианская такая экономика. Это связано не с долгосрочным экономическим ростом, а с экономическими циклами. Можно вывести из рецессии, так, можно поддержать на какое-то время экономику. Но это не работает на долгосрочной перспективе. Сколько еще Россия, российское правительство и российская экономика может работать в таком режиме, в таком темпе? И какие деньги Россия, какие ресурсы Россия тратит на войну и вспомогательные сферы? Знаете, сколько может тратить, это очень сильно зависит, конечно, прежде всего от рынков нефти и газа. Это основные источники. Сейчас все нормально, но это достаточно непредсказуемые рынки, как обычно. И чуть что любое изменение политики Саудовской Аравии может привести к очень большим изменениям. Поэтому пока все нормально, но риски там на рынке всегда есть. Пока так, как идет, и очевидно, еще одна важная вещь, что санкции практически не работают. Деньги, которые получает Россия за счет экспорта нефти, на данный момент очень много санкций. На словах я про нефть сейчас говорю. Но по сути деньги, которые зарабатывает Россия, они сравнимы с тем, что было до начала войны. Поэтому там вопрос скорее имплементации санкций, что когда санкции вводят часть стран, даже важная часть, как США, Западная Европа, но при этом нету координации, нету договоренности с другими крупнейшими игроками, так и как Китай и Индия, то, в общем, эффективность этой санкции, это на самом деле, это означает, что российская нефть течет в другом направлении, но получается все же деньги. Поэтому на самом деле мы видим, что именно в отношении, вот та часть санкций, которая связана с экспортом энергоресурсов, прежде всего нефти, а с газом там немного другая история, потому что все-таки поставки в Европу действительно практически прекратились. Это Россия решила прекратить, это не Европа, так скажем. Но там, особенно после взрыва северного потока, сейчас не просматривается никаких способов восстановления. То есть там это надолго, это привело к полному кризису «Газпрома», что, в принципе, даже аналогично, потому что все знали примерно, как хорошо управляется эта компания, просто сейчас стало очевидно, когда происходит отлив, все видят, кто купался из плавок. Вот сейчас выяснилось, то, что все знали про «Газпром» на самом деле давно, сейчас стало очевидно. Но с нефтеснилим компаниями все по-другому, там все достаточно стабильно работает. На данном этаже я не вижу никаких причин, почему это вот прямо сейчас, причины вообще не связанные с Россией, если и будет что-то, например, очень сильные проблемы в экономике Китая. Это обрушит цены, наверное, на носители просто, потому что спрос упадет. Вот я бы скорее опасался таких рисков. А в Китае там действительно слегка трясет. То есть если ничего не изменится сейчас, и все будет идти вот таким ходом, которым сейчас идет, то Россия еще долго может финансировать спокойно и военные действия, и эти социальные свои обязательства внутри страны, и много денег вливать на войну, так скажем. Ну, вопрос скажу, очень сложно определить все такое долго. Но в ближайшие год-два я не вижу проблем. Действительно, у России есть ресурсы, пока мы говорим финансовые, не говорим организационных, технологических и так далее. Основные проблемы, скорее всего, есть именно с технологическими вещами, потому что технологические санкции, они работают. И, наверное, если мы уже смотрим на среднесрочные и долгосрочные, самые большие проблемы у России именно то, что она становится гораздо... Она, конечно же, не полностью отрезана, но ее отставание... Технологическое отставание. Технологическое от границы того, что происходит на самом деле в мире, оно растет и будет расти. А Китай не может замещать все? А Китай все не может замещать, потому что практически по всем... Или какие-то серые схемы будут работать по замещению технологий. Да, они работают. Но, во-первых, это увеличивает издержки всегда. Во-вторых, увеличивает отставание. Это копирование технологий. Чем дальше вы от тех фирм, стран и так далее, которые производят новые технологии... Это же как вались в стране чуде. Надо очень быстро бежать вперед, чтобы остаться на месте. Технологии все время меняются. И поэтому Китай отстает на такт, условно, почти по всем. По некоторым очень узкому направлению он вполне сам себе является мировым лидером, но по большинству направлений Китай все-таки отстает. Но он отстает на один такт, а дальше Россия уже отстает еще на один такт от Китая. Поэтому это просто можно говорить, насколько технологически, насколько лет Россия отстает от США и Европы. Вот это вот отставание, оно будет расти. Смотрите, Рубан, почему я несколько скептически начинаю относиться к этим прогнозам, что вскоре там будет резкое похолодание в российской экономике после этого длительного перегрева и так далее. Потому что сразу после войны и военных действий очень много прогнозов и санкций беспрецедентных по своим масштабам западных, были очень много прогнозов по поводу того, и вы в том числе тогда у нас в студии говорили, и не только вы, и другие российские экономисты, и не только российские, что нынешняя ситуация и санкции грозят России чудовышним технологическим отставанием, что российская экономика там обрушится или там будет адаптироваться на более низких уровнях и так далее. Это всего, по крайней мере, спустя два с половиной года после санкций фактически не происходит. То есть мы на самом деле не видим. Мы видим чисто в процентных и цифровых выражениях рост. Мы видим то, что, я не знаю, там исторически низкий уровень безработицы 2,6%. Мы видим 5-4% роста в ВВП и так далее. Не спешат ли экономисты в этом плане в своих прогнозах, со своими прогнозами касательно там резкого торможения российской экономики после длительного роста, как об этом на днях, писала Блумберг. Нет, смотрите, вот резкие торможения, которые, действительно, я предсказывал, почему оно не случилось. Резкое торможение происходит практически всегда за счет финансового кризиса. Это если рушится банковская система. В марте 22-го года... То есть нечем кормить экономики, так скажем. У вас это заражение крови, по сути, происходит, потому что финансовая система – это кровь, которая двигается. А в марте 22-го года российская банковская система была очень близка к полноценному кризису. Тогда ее спас Центральный банк России. Очень-очень резкими, очень продуманными действиями. То есть на самом деле... То есть довольно грамотно работает ЦБ и правительство. ЦБ... Так, правительство – отдельная вещь, потому что, конечно... Да я сейчас спрашиваю. Давайте разделим. А банковскую систему все-таки тогда спасала ЦБ. И ЦБ действительно как бы... Вот к Центральному банку Российской Федерации вообще никак не приправил. А это один из лучших банков, как они себя показали. В мире вы имеете в виду? Они до этого получали на Биуэль на призы, как один из лучших Центральных банков. Во время кризисной ситуации она доказала еще больше, насколько квалифицированной она является. Поэтому Центральный банк России спас и сделал... Вот поэтому мы как бы как эксперт, мы недооценили, сказали квалификацию на Биуэль. Я бы так сказал. Теперь резко в текущей уже ситуации... Я ничего не говорил, между прочим, про резкое торможение. Технологическое торможение, оно будет долго и копится годами. Это очень долгая история. Это не про год и два. Это как в Советском Союзе. Это как в Советском Союзе, накопилось, накопилось. Именно, это долгая-долгая история, которая там сейчас незаметна. Это как вот, посмотрите, через 5 лет, через 10, вот это будет уже гораздо более заметно. Это не кризисная история. Это медленное и ползучее отставание. Где может случиться кризис? Опять же, его вероятность на данный момент небольшая. Но он может быть. Это, опять же, в той же самой банковской системе. Это, на самом деле, не так давно Центр Макроэкономического Анализа и Красноярскочного Прогнозирования, которое, на самом деле, очень близко к правительству. Его брат Белоусов возглавляет. Даже они сказали, что они боятся того, что у них называется тихий кризис и так далее. Это накопление плохих долгов производственными предприятиями, которые, на самом деле, действительно, такая опасность есть. Потому что сейчас ставки запредельные, на самом деле. Вот тут возглавляют ЦБ правительства. Благодаря действиям правительства и таким вливанием это очень проинформационное давление. Поскольку у нас большой бюджетный дефицит, очень большие деньги вливаются. Там, опять же, сколько на военном и не знаю. По официальным данным это почти 8% ФВП. На самом деле это уже огромные деньги. И это не все. Потому что часть, вот всякие товары двойного назначения и так далее, которые, на самом деле, используются, они не входят в эту статистику. На самом деле это еще большее. Это огромные деньги. И по плану правительства они будут сокращаться в 25-м году. Я не вижу причин, почему они должны соглашаться. Особенно учитывая то, что сейчас происходит. Поэтому я бы скорее прогнозировал, что в следующем году будут похожие цифры. И из-за того, что такие большие деньги вливаются в правительство, это разгоняет ВВП замечательно. Но ценой это заключается, особенно когда очень большая нехватка рабочих рук. Поэтому то, что рекорды низкая безработица, это, конечно, хорошо для людей, которые получают большую зарплату. Это плохо для производства. И для компаний, которым сейчас... Особенно для тех компаний, которые не работают в оборонке. От них же кадры уходят в другие отрасли. Да, потому что там даже вопрос не в кадрах, которые работают на оборонку. У них, во-первых, точно известно, что есть госзаказ. Они знают, они могут брать кредиты, даже под чудовищный процент. Во-вторых, им еще льготные кредиты раздают. На самом деле, им на финансовом рынке выгодные ситуации. И поэтому могут себе это позволить. До тех пор, пока они ожидают, что будет госзаказ. Но это такая... Я беру под чудовищный, на самом деле, процент. Это одни из самых больших, если посмотрим по мировым стандартам, сейчас запретительно дорогие рынки. Деньги очень дорогие в России. Они все равно берут, потому что такой большой спрос. Но это самоподдерживающая система. Стоит даже не упасть с спроса, а стоит людям подумать, что спрос упадет, и уже начнутся большие проблемы. И вот тогда оказывается, что там есть очень большое опасение о том, что пишут, что сейчас под такие деньги готовы брать уже очень рискованные компании. То есть ни одна разумная компания уже не готова брать под такие деньги, если она, опять же, не имеет прямых государственных контрактов. И это ухудшает качество кредитного портфеля банковского. Это остается более рискованным. И в какой-то момент может оказаться, что риски достигли уже такого предела, что любое маленькое торможение экономики придет до того, что у вас пойдет волна банкротства. Опять же, она может быть, скорее всего, то, как мы видим, это, поскольку это происходит в очень разных секторах экономики, и они не все так связаны друг с другом, если не будет резкого сокращения государственных расходов, а их, я не вижу причин, почему резкое сокращение государственных расходов будет, если не будет падение цены на нефть, то, скорее всего, это будет не одновременно происходить процесс. Это обычно, когда целый сектор проседает, как там, например, ипотечный сектор в Америке был. Просел весь сектор, все, полетел, все. Сейчас, скорее всего, это больше похоже на то, что будут отдельные выпадать с какого-то момента. Но с этим справляться можно. И это постепенно, да. То есть это постепенное ухудшение кредитного портфеля, это такое сдувание экономики, без кризиса, но такое. Ясно. Как бы вы оценили в настоящее время, вы сказали хорошие слова по поводу качества работы Центрального банка России, как бы вы оценили качество работы правительства в этом плане, как справляется правительство Мишустина? Вообще, на самом деле, правительство тоже... Давайте я про экономический блок. Да-да-да, конечно. Я, безусловно, ничего не понимаю от других блоков. Экономический блок понравится в целом хорошо. И мы знали. На самом деле, вот это абсолютно технократическая часть российского правительства. Там всем всегда было известно, что вот именно в экономическом блоке работают профессиональные люди. И поэтому они свою работу, с моей точки зрения, делают очень хорошо. Все ограничения, какие-то неприятные последствия экономической текущей политики, это выше надо брать. Они исполняют поставленные задачи, с задачами можно спорить, но они их выполняют как могут. И они это... Мне кажется, экономический блок это правительство, это... Мне кажется, ЦБ еще лучше. Экономический блок правительства это то, чем можно говорить. Насколько корректно в этом плане сейчас сравнение экономики России с экономикой СССР, которая вот именно, которая тоже грозила тогда, то есть, которая тоже имела технологическое отставание и в конце концов треснула? Я думаю, что сравнение совершенно некорректное. Потому что тогда рухнула экономическая система плановой экономики, которая, опять же, была нежизнеспособна на тот момент, которая так накапливается, накапливается. Эта вся экономическая система была искорежена. И поэтому в какой-то момент она полностью рухла. И она была закрыта от других, от третьих стран. Потому что иначе бы она не выжила. Единственный способ вообще такой... Было поддерживать какое-то время уже жизнеспособное состояние эту систему, было закрыться. А сейчас Россия ищет выходы, она не закрывается. Россия, в принципе, не плановая экономика. Россия рыночная экономика. Там основные механизмы рыночные. Там может быть сильно искорежены государственными инвестициями, льготными программами и так далее. Но никто сейчас не говорит, что мы, когда есть два завода, даже оборонных, они между собой покупают, продают по какой-то цене, а не по плану. И поэтому там все подстраивается. Рыночная экономика гораздо более гибкая. Поэтому на самом деле таких коллапсов экономики никто не ожидает. И на самом деле в рыночной экономике очень редко происходят такие вот прям кризисы. Такого масштаба, как в Советском Союзе, они просто никогда не происходят. Потому что рыночная экономика, она всегда более гибкая. И если мы видим какие-то полные коллапсы, там Куба, Венесуэла, Советский Союз и так далее, это тогда, когда правительство отходит от принципов рыночной экономики и полностью коррежит саму систему. И такого в России на данный момент нет. Это неправда. Россия вполне себе рыночная экономика. Искореженная с большим влиянием, это то, что иногда называют государственный капитализм и так далее. Не важно, основные механицы все равно рыночные. Поэтому мне кажется, что это абсолютно неверно. И последний вопрос касаемо Армении. С чего мы начали, так скажем, для Армении очень важно понимать, что творится в российской экономике, чтобы вы, как экономист, который сейчас на ситуацию, можно сказать, смотрит на высоту пятичевого полета со стороны, чтобы вы посоветовали Армении в этом плане, несколько зная и специфику армянской экономики, ее зависимость от России, что бы вы посоветовали армянскому правительству? То есть некоторые сейчас говорят, что нужно там повернуть вектор в сторону Запада или диверсифицировать в том числе экономические связи вместе с политическими и связанные в области безопасности. И что нынешний уровень зависимости Армении от России довольно сложный и вызывает определенные опасения. Я бы советовал не делать резких движений, потому что Россия... Тут две истории. Одна заключается в том, что Россия действительно важнейший, ключевой, абсолютно торговый партнер Армении. И это не изменится в ближайшее время, поэтому надо исходить из этого. Другой вопрос, что вопрос диверсификации... Мне кажется, что абсолютно правильное слово – диверсификация. Забудем, как это Америка, США, Европа или Россия. Слишком тесная привязка к экономике любой другой страны приводит к тому, что вы полностью подвержены рискам этой страны, что там происходит. И по всем правилам финансовых деятельностей и так далее, диверсификация является... Это снижает риски в любом случае. Поэтому я бы это назвал не отходом от партнерских отношений с Россией, а именно диверсификацией. Надо развивать другие направления, потому что любые риски России надо как-то митигировать. Надо, чтобы это компенсировать с другими. Это во-первых. А во-вторых, если мы говорим совсем долгосрочно, там, на горизонте 20-30-40 лет, то, конечно, надо устранить другие партнерские отношения, потому что уже на горизонте 30-40 лет, а вот тогда к экономике России огромные вопросы по двум причинам. Во-первых, там чудовищная демографическая ситуация, а во-вторых, мы не знаем, что будет с нефтью, газом, какой будет спрос через 30-40 лет, скорее всего, очень маленький, потому что переход, зеленый переход, как бы о нем не говорили, непонятно с какой скоростью, но он идет. И в какой-то момент нефть и газ перестанут быть основной движущей силой экономик, как энергетические, как энергоресурсы. И тогда непонятно, какая у России будет, как бы, просто называется, value proposition, что они могут предложить мировой экономике. Потому что вот та диверсификация, отход от нефтегазового сектора, о котором так долго говорили, последние 15 лет, но на самом деле 20-е в России, на самом деле не произошло. Спасибо вам большое за интервью. Пожалуйста. Это был Рубен Ерин Калопов. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова